Перекресток Павла-Тычины и Учмы. Там в глубине Новоапостольская церковь с торганом внутри. Слушали мы концерт торганный там. Сейчас хочу снять вам немножко Учмы, потому что такая очень хорошая улица, которая небольшая. Но главное, что она не для машин, а для пешеходов. Всего лишь 4 ряда движения неинтенсивного. Сама улица может метров 300 всего лишь. Зато для пешеходов здесь выделено, ну, я вам скажу, раз в 10 больше места, чем для машин. Вот такие бы улицы все в Киеве были для человека. Построили когда-то во времена социализма, да, эту улицу построили для человека. Для машин выделили 30 метров, ну, даже меньше. А для пешеходов метров 150. И, пожалуйста, посередине дорожка, цветочки, аллейки, скамейки. И вышел с дома и сразу попадаешь в оазис. Не в каждом городе, да? Не багато. Да, конечно, народ у нас еще такой, что ломает. И скамейки. И лавочки. Мусорит. Ну, все равно, смотрите, как приятно, когда вокруг такая красота. Эта осень уже многое завяло. Да, вот осенние, пожалуйста, цветы. А в этом доме, как фамилия вот этого артиста? Бурундуков. Бурундуков, да. А в этом, в этой 16 этажке, вот которая за цветами, жил Бурундуков. Там я видел мемориальную доску его. Вообще, березники позиционировались, как для артистов. Тут Коломейчук жил. Николайчук. Николайчук, да. Ну, где-то мне попадало, что именно. Тут художественная и музыкальная школа, по-моему, да? Да, 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 да. В этом доме, вот как раз мы мимо проходим с левой стороны. То есть, воема. Не в центре, но... Адли... Ближе чем? Да, если так, по большому счету, на машине так... Топ сразу же через Патоны и ты уже на Бучерских плага работаешь. Нравится мне район, конечно, березники. Очень хороший. 10 минут уже возле родины матери. Да, 10 минут возле родины матери. Совершенно верно. С правой стороны у нас он сейчас узел связи бывший. В нем внизу новая почта. Какое отделение? 142, по-моему, да? Да, по-моему, 142. Такое активное. Там все время людей много. Работает новая почта. Теперь круглосуточно. Не, не суточно. Каждую неделю, да? Так, без выходных. Так, фора. Вот с левой стороны. Магазинчик. Ряд. Потом какой-то фермерский там. Рядышком где-то, да? Мы заходили экологически. Молоко от фермера. Да, молоко от фермера. Коть как бы экологически чистые продукты позиционируются. Натуральные продукты. О, да. Мусорники, конечно, тут есть. Где-то летом даже туалеты бачу. Сейчас на бачу. Так. Мясной комбинет рядом торгует. Аптечка. Дальше. Одик. С Европы. Жалко только лалочки вот эти вот. Такие уже не крашеные, попадлобные чуть-чуть, да? На это денежек пока, видимо, в районах не хватает. Ну, хоть содержат парк в нормальном состоянии. Их подстриженные кусты, и травка. Нету этих. И дороги подремонтированы. Даже во дворах асфальт. Бедненько, как говорят. Чистенько. Чистенько, но бедненько, да? Бедненько, но чистенько. Ну, все равно красиво. Все равно красиво. И вот сейчас мы еще 100 метров, и мы выходим на Макулычука. Так? Да. Сразу же, сразу же к Березняковскому рынку. Смотри, как прикольно. Развели эти ветки. Ветки, да. Выравнивают их, чтобы они плоскими были. Молодцы. Рябина здесь. Декоративные деревья. Всевозможные. Клены разных мастей стриженные. Летом было красиво. Да и осень, а что? Ну, листья опали. Да. Вот, смотри. Какая-то туя. Или что-то пушистая. Смотри, как красиво. Да, 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 да. Не просто дикий там какой-то заброшенный парк, да? А культурный. Все деревья интересные. Смотри, с большими листьями. Даже не знаю, как называются какие-то эти южные деревья. Старый клен, пожалуйста. Пожелтел с правой стороны. Да, здесь новых как бы нету зданий. Да? Вот это самый высокий тут вот эти 16-этажки. Вот она, последняя 16-этажка. И уже упираемся в рынок, который уже находится на Макалачука. Березняковский рынок. Местный. Народ бегает за всякой мелочью сюда. Рядом, напротив рынка Экомаркет. Чуть правой, правее там через 200 метров будет Макдональдс. Потому что там же как раз можно делать заезд из Макалачука и за рынком как раз проспект Соборности, который выскакивает на Мост Патона. Вот мы с вами прошли Бучвуль. Пожалуйста, рынок. Там дальше магазинчики. Экомаркет. Здесь аптеки. Пожалуйста, одна, вторая. Чего, чего аптек. Аптек хватает. Перез каждый пункт. Вот с этой стороны кафе Крема. Ну, а с той стороны за светофором Ватсон магазин. Обувной какой-то. Дальше аптеки, банки, да? Да. Приват, Ощад. Вот, пожалуйста, небольшая улица Бучмы. Это не Позняки. Здесь есть, где походить. Здесь есть, где походить, погулять с детьми, пенсионерами с палочек. То есть динамика не та, не каменные джунги. А живешь в таком красивом месте. Ну, с той стороны, откуда я начинал снимать, если помните, то там начинается озеро Дельген, которое до улицы аж Березняковской идет. Вот такая хорошая улица. Продолжение следует...